Ребятки, ребятки, хеллоу, неспешный, сорян, неспешный, очень короткий обзор новых Apple Watch Series 5, да, вот так сказать, но есть люди, которым нравится Apple Watch, которые за ними следят, которые от них фанатеют, и я их прекрасно понимаю, потому что гаджет очень даже интересный, тут вот полно их лежит, самая-самая фича основная, это появился Always On Display, вот да, на Apple Watch, вот так вот теперь, разумеется, у Apple Watch это не может быть какой-то просто Always On Display, это какой-то первый в мире супертехнологичный, необычный, инновационный экран, который я сейчас очень коротко опишу, то есть он обычно работает 60 Гц, а когда Always On, он включается там 1 Гц, там какие-то специальные подложки, специальные технологии, они только для них, для этого устройства это разрабатывали, и больше нигде такого нет, надо потестить живьем, посмотреть, как оно будет работать, и насколько, самое главное, будет батарейки хватать, разумеется, все заставки оптимизированы, вот сейчас у нас просто дисплей горит, подождемся, сейчас Always On, вот он включился, то есть белое стало черного, черное стало белым, меняется цветовая палитра, меняется немножко компоновка, и все это оптимизировано для того, чтобы батарейка работала дольше. Что еще интересно, появился Компас, это естественно работает, когда вы на тренировках, когда вы туризмом занимаетесь, хайкингом, где-нибудь там, когда вы даже звезды детям показываете на часах, это тоже можно, Компас в этом помогает для более точности. Появилось Emergency Calls, то есть звонки по всему миру, то есть экстренных звонков можно сделать по всему миру. Также у нас, повторимся, как в обычных Apple Watch, да, вот как вот эти, вот есть водозащита, она, естественно, есть, осталась, информация о падении, сенсор, если у вас там бабушка их носит, поскользнулась, вдруг вы бабушке подарили, почему нет, то приходит экстренный сигнал, лично сами звонят, там, 912, чтобы уведомить, что там что-то, не дай бог, не так. Куча классных приложений, это все на Apple Watch, естественно, есть, а даже, в презентации показали, эти часы могут какой-то портал открыть. Ну, это шутка, конечно, но, тем не менее, есть цвета у нас Silver, Gold, то есть серебристо-золотой, а также Space Gray, и будет специально титановая версия, вот там, если не ошибаюсь, девушки ее трогают, но визуально она... О, айджестин снимает, ребяшка, кто знает, айджестин, вот. Ну, это definitivamente хороший вид, ты знаешь? Я очень люблю этот маленький вид, очень много. Ну, ребяшка, все знают, айджестин тоже вообще, легенда практически, да, женщина-блогер, техно-блогер. Так вот, 399 и 499 долларов в старшей версии с телефоном, в России будут цены, конечно, немножко выше, потому что аналоги вот это вот все, но самая-самая суть, мне кажется, этого обзора, самая интересная часть, наконец-то вы до нее дошли, это то, что Series 3, 3-я серия будет стоить теперь 199 долларов. Если вы мечтали об Apple Watch, если вы хотите купить, подарить девушке, ну, маме, ну, вдруг, ну, классная все-таки вещь, то 199 долларов теперь входная цена на новые часы до Series 3. И они, в принципе, очень даже неплохие, Apple уж поддерживают, они продаются, так что очень даже рекомендую. В Series 3 появились кое-какие небольшие фишки, но не сказать, что это прям то устройство, за которым нужно бежать прямо сейчас, тем не менее, они вот идут вперед, и это самые популярные, как они нам, естественно, не устали напоминать, самые популярные, в принципе, часы в мире. Спасибо, что посмотрели, с удовольствием посчитаем ваши комментарии. Apple Watch 4 из 5, очень короткий обзор, увидимся, пока.